Телеканал КРТ представляет Большинство стран мира подготовлены к эпидемиям плохо или посредственно. Только треть стран способны обнаруживать вспышки эпидемий и реагировать на них, но возможности оказывать базовые услуги ограничены даже в высокоразвитых системах здравоохранения. В бедных странах с более слабыми системами здравоохранения последствия пандемии коронавируса будут катастрофическими, предрекает ВОЗ. Однако ключевым в документе ВОЗ является тот факт, что еще в сентябре 2019 года на Генеральной Ассамблее ООН был представлен отчет, предостерегающий о возможности пандемии. Однако ничего адекватного угрозе предпринято не было. На будущее ВОЗ предлагает создать мобильные медицинские бригады, которые можно было бы в короткие сроки отправлять в очаги эпидемий по всему миру. Цитата. «Они были бы своего рода голубыми касками в борьбе с эпидемиями». Конец цитаты. Пока же Соединенные Штаты, снявшие с довольствия ВОЗ, уверенно преодолели отметку в миллион заболевших, хотя в целом по миру пик эпидемии уже пройден. Однако после спада угрозы вируса проявилась еще более серьезная угроза – глобального экономического кризиса. Согласно свежему докладу ООН, на фоне пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020 года останутся без работы 195 миллионов человек. А уровень безработицы и бедности может стать историческим. «Более всего от кризиса, вызванного пандемией, пострадают малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые и трудовые мигранты». Цитата. «Возвращения к старой нормальности не будет. Массовые перераспределения финансовых ресурсов, проведенные правительствами в эти недели и месяцы, являются проблеском будущего». Конец цитаты. Несмотря на то, что именно Соединенные Штаты сегодня находятся в эпицентре пандемии, а число умерших достигло 60 тысяч, президентская избирательная кампания развивается по своим законам, и противники отслеживают каждую ошибку оппонента, чтобы нанести удар в разрез. Разумеется, чаще подставляется неуемный Дональд Трамп. Например, один чиновник из Министерства внутренней безопасности упомянул о том, что такое дезинфицирующее средство, как хлорка, убивает коронавирус на поверхности. Скорее всего, так оно и есть, учитывая мощное воздействие хлорной извести на любую биологию. Но ведь никто Дональда Федоровича не тянул за язык прямо на брифинге предложить принимать хлорку внутрь. Цитата. Конец цитаты. Понятно, что радостные оппоненты Трампа сразу же предоставили эфиры специалистам. Так, пульмонолог и эксперт по глобальной политике в области здравоохранения доктор Вин Гупта заявил, что, цитата, «Идея о том, чтобы делать инъекции или принимать внутрь чистящие продукты, безответственно и опасна. Люди часто используют такой метод, когда хотят покончить с собой». Конец цитаты. Другой известный врач Кашиф Махмуд в своем твиттере заявил, цитата, «Как врач я не могу порекомендовать вводить обеззараживающие средства в легкие или использовать ультрафиолетовое излучение внутри тела для лечения COVID-19. Не слушайте медицинские советы Трампа». Конец цитаты. Впрочем, то, что кандидат от демократов Джо Байден или «сонный Джо», как его именует Трамп, пытается взвешивать каждое свое слово, никак не предохраняет его от нападок иного рода. Так, например, норвежский психиатр Фред Хэгген, директор психиатрической клиники, обнаружил у Джо Байдена все признаки старческого слабоумия, о чем и поделился с миром в статье «Почему демократы сплотились вокруг кандидата с подозрением на деменцию?» Вопросительный знак. По мнению Хэггена, когнитивное расстройство наблюдается у Джо Байдена уже давно, и без сомнений это свидетельствует о старческом слабоумии. Цитата. «Я помню, как еще в начале президентской кампании Байдена начал замечать за ним разные мелочи – забывчивость, оговорки, ляпы, агрессию. Он раз за разом попадал в просак и злился. Я еще тогда заподозрил, что это первые признаки слабоумия. И многое подтверждает мою правоту. С тех пор его состояние ухудшается со страшной скоростью». Можно добавить, что притчей в языцах стал конфуз кандидата-демократа, когда он на встрече с избирателями спутал супругу Джил Байден со своей сестрой Валерией. Автор статьи подмечает, что Байдена тщательно ограждают от контактов со СМИ и общественностью. А когда он появляется на публике, общение длится максимум минут 10, при этом ответы Байдену либо нашептывают через наушник, либо он просто считывает текст с телесуфлера. Далее наш психиатр по всем законам психологии начинает нагнетать. Цитата. «Конечно, я могу заблуждаться, но, на мой взгляд, Байден ведет себя как пациент с деменцией. А до президентских выборов еще много времени. Что если в ближайшие 2-3 месяца его состояние ухудшится?» Конец цитаты. Хеггин прямо предупреждает. «Существует риск, что еще до выборов Байден перестанет ясно формулировать свои мысли или говорить полными предложениями. Возможно, ему даже потребуется помощь в быту, если на то пошло. И завершающий аккорд». Цитата. «А ведь этому человеку доверяют демократы и глобалисты всего мира. Этот человек может усесться в Белом доме. Это его пальцы лягут на красную кнопку». Конец цитаты. Впрочем, для тех, кому кажется, что такие наукообразные материалы – перебор, сторонники Трампа предлагают легкий жанр. Так, американское издание «Вавилонская пчела» опубликовало короткий скетч под говорящим названием «Уверяю вас, Джо в отличном состоянии», – заявил представитель Байдена, пока тот поднимался на лифте для колясочника. Цитата. «Во время телемоста с Джо Байденом представитель во штаба заверил общественность, что их кандидат в добром здравии, трезвом уме и твердой памяти». Байден в это время медленно поднимался на инвалидном подъемнике, который установил у себя дома уже много лет тому назад. «Нет, вы только полюбуйтесь на этого парня. Кровь с молоком», – нахваливал представитель штаба, пока Байден медленно ехал наверх с потерянным выражением на лице. «Все слухи о его здоровье или психическом состоянии – ничто иное, как дискриминация по возрастному признаку, предубеждение и пропаганда. Круче него только яйца, и он готов управлять страной на все сто». Но это, конечно, лишь малые элементы мозаики в грандиозной битве Трампа и Байдена.